Святитель Николай Серовский, который в мощи теперь находится здесь у нас с нами, когда выступал праздник Вознесения, он такие слова говорил, что вот когда обычное Вознесение, оно бывает весной, весной в начале лета, когда птицы возвращаются из дальних краев, вот в наших краях. И вот когда стая здесь движется, преодолевая этот очень далекий и непростой путь, то впереди стаи летит самая, он говорил, ласточка, но это относится к любым другим детям. Впереди летит самый путь, самый сильный путь, который когда-то уже летал этим путем, который когда-то еще совсем юным, ну не птицом, но такой-то юным птицом, где-то в составе стаи, перелезал их где-то на расстоянии. Теперь он знает путь и летит и указывает всему множеству неопытных, не знающих, слабых, куда нужно лететь для того, чтобы достичь мест обетованных, мест, где есть что-то кушать, где есть что-то пить, где можно продолжать жить, воспитывать свое потомство. И это очень красивый, правильный, точный образ, когда мы говорим о Вознесении Господь и Иисус Христос. Бог и человек, как самый опытный из людей, потому что Он познал мир и небо, таким естественным путем, как мы потихонечку узнаем, Он его создавал, Он знает путь. Я сидел, говорит, Я есть истинный путь и жизнь. И ходящий по Его слову, Он не спотыкается. И вот Господь, пройдя Свой земной путь, иди в смерть, показывает, куда дальше нам идти, Он возносится на сороковый день Бога в Сверхознесении, Он возносится на небеса. Для нас небеса это что-то светлое, как сегодня замечательный день. Светлое, то место, откуда светит солнце, откуда из больного тепла, откуда снисходит на нас живительная плага. Но более мы о небесах ничего не знаем. Даже те, кто летают на самолетах или в космос, они не знают о том, где сегодня пребывает вознесшийся на небеса Господь. Он пребывает в том мире, который Он уготовил, для которого Он готовил людей в свече и земле. Он готовил дорогу, чтобы люди туда восходили, там, где мы с ним вместе пребывали. Есть такая поговорка, что рыба ищет, где лучше, а человек ищет. Но вот у каждого есть опыт, потому что здесь на земле, на которой мы живем, есть много проблем. И много того, от чего нам нехорошо. И хочется лучше. И вот где это лучше, как Господь показал сегодня, очень явно, понятно, совершенно несомнительно. Почему, когда мы приходим в этот замечательный храм в Вознесении, когда мы помышляем о Господе, сегодня, по моим словам, вот такие слова молитвы, когда износили море, то есть ввысь к небесам имеем сердца. Когда мы приходим сюда, то хорошо бы нам помышлять о том, где лучше. Где нет, где нет, а то, где нет, ни болезни, ни печали, ни раздыхания, а то, где бесконечная жизнь, как Господь. Там не нужны новости, потому что там все новое всегда. Вот как-то вместе с двух, в новизне мы хотим, чтобы узнавать новое. Что-то, как цветок распускается, чистый, потом новый. Он потом стоит неделю-две, он уже накрывается какой-то пылью земной. Он то снеет, то он поканул, он удивительный. И вот такая удивительная призна там, где Господь Вознесшийся, она всегда. Она всегда. И все люди там всегда новое. И каждый день там нов и удивительное. И действительно, ухо не слышал, и ока не видела, и на ухо не сходило того, что там, что там он готов, Господь сидит и его будет. Поэтому в этот день нужно служать только одному. Любить Господа, любить друг друга. В этой любви созревать, готовиться к собственному нашему Вознесению. Чтобы оно было, не было страшного. Страшно нам того, что цветом, или близкой земле, того, что цветом, все наши мысли, желания, надежды здесь, а там мы туда не хотим. Дай Бог нам желать, искать, хотеть, стремиться, вслед за Господу, в эти, как товарные, благие, желанные, красные.